Мы будем обсуждать сопряжённые операторы. Собственно, что такое сопряжённый оператор? Рассмотрим пространство XY, некоторые линейные нормированные. Соответственно, рассмотрим какой-нибудь оператор, действующий в этих пространствах, линейные ограниченные. И рассмотрим оператор, который строится следующим образом. Пусть у нас для каждого Y, из Y со звездой, есть некоторый F от Y, который каждому X ставит соответствие, а Y от AX. X соответственно из пространства X. И оператор A у нас должен быть сюрреективным. Таким образом, получилось, что мы построили некоторый линейный оператор A со звездой, который каждому Y из Y со звездой ставит соответствие F от Y. То есть, если расписать это подробнее, F у нас будет из X со звездой, если расписать это подробнее, то получается, что Y от AX это у нас A со звездой X, точнее, A со звездой Y от XA. Соответственно, нетрудно видеть, что сопряженный оператор действует из пространства Y со звездой в пространство X со звездой. То есть, если исходный оператор действует из X в Y, то сопряженный оператор действует из Y со звездой в X со звездой. Что еще можно сказать про сопряженный оператор? То, что норма сопряженного оператора совпадает с нормой самого оператора. Ну и в случае гильбертовых пространств, то у нас получить вид сопряженного оператора можно просто перебрасыванием через это сопряжение. Так, в целом с теорией на этом все. Можно переходить к задачам. Собственно, первая задача, которую нам нужно решить, звучит следующим образом. Пусть у нас есть пространство x, y, z. Это некоторые линейные нормированные пространства. Пусть у нас есть операторы a и b, которые действуют следующим образом. a действует из x в y, b действует из y в z. И нужно доказать, что b, a со звездой равняется a со звездой, b со звездой. Кто хочет пойти решить эту задачу? Окей, а кто его должен по списку пойти решить? Кто хочет пойти решить эту задачу? x. То есть y у нас некоторый функционал, а x это элемент, которым мы применяем. Сначала оператора, потом к результату сам функционал. Так, ну, предлагаю просто взять и начать расписывать левое. Что это левое выражение? Ну, так мы просто не сможем расписать. Надо выбрать какие-нибудь, не знаю, x в y и показать действия этого оператора. Сейчас, секунду, но b у нас это арка. Значит, что x прям лежит b. Вот, на самом деле. Нужно получить рэнкс такого вида. Видите, у нас есть что-то со звездой. И нужно вот это вот расписать поподробнее. Получить что-то вида со звездой, б и со звездой. То есть нужно рассмотреть некоторые произвольные элементы, которым применяется вот этот сопряженный оператор. Только в каких пространствах этот оператор действует? А, b, a, куда действует? Ну, у нас, да, a действует из x в y, b из y в z, значит, b, a, куда? Ну, смотрите, что значит эта запись. Здесь у нас есть некоторый оператор b, a. Мы применяем его к некоторому элементу. Что значит мы применяем его к элементу? Это значит, что мы сначала применяем a к чему-то, потом результат применяем, точнее b применяем к результату. Тогда как будет действовать b, a сопряженный? Наоборот. А, ездим, да. Да. Окей. Так, чтобы получить запись вот такого вида теперь, элементы из какого пространства надо взять? Из каких пространств, точнее? Не совсем, потому что у нас, смотрите, оператор действует в сопряженных пространствах. Он переводит, ну, в нашем случае b, a со звездой, переводит z со звездой в x со звездой. Что это значит? Это значит, что мы должны, грубо говоря, на вход этому оператору отдать что-то из z со звездой. Какой-то z и z со звездой. Мы получим что-то из x со звездой. Что такое элемент из x со звездой? Ну, это функционал какой-то, так ведь? Значит, мы берем и применяем получившийся функционал к элементу из x. Понятно, как тут получилось? Да. Или еще раз объяснить? Ну, вот это z, это какая-то элемент. Да. Мы применяем вот этот оператор, получаем элемент из x со звездой. Вот он. И его уже применяем к x. Элемент из x со звездой, это функционал, и мы его применяем к x. Ну, b, a со звездой, это оператор, который действует из z со звездой. В x со звездой. Только вот тут вот звезду надо добавить. Сейчас. b, a со звездой действует, и z со звездой в x со звездой. То есть вот на выходе, после применения вот этого оператора к z мы получим x со звездой какой-то. x со звездой, это функционал. То есть мы к этому x со звездой, точнее этот x со звездой, применяем к другому какому-то x, просто x. Понятно, что происходит? Давайте тут напишем еще. Так, что надо делать дальше? По сути, для такого выражения, все, что мы знаем, это вот это вот выражение. Давайте попробуем его применить. Ну, только, да, с попками там. Окей. Теперь мы можем отдельно рассмотреть, как мы применяем каждый из операторов отдельно. Грубо говоря, рассмотреть следующее. У нас есть некоторый функционал z, и мы как бы разделяем b, a, как некоторый оператор b от некоторый оператор b, который действует на ax, то есть на элемент из y. Ну, и дальше идея точно такая же. Мы вот разделили действия оператора b и a, мы просто вот скобки поставили, и теперь хотим снова использовать это выражение, чтобы получить какой-то из операторов со звездой отдельно. То есть у нас был b, a со звездой, мы пришли просто b, a, и теперь хотим отдельно получить b со звездой, отдельно a со звездой, используя все то же выражение. Ну, просто вот то же самое определение. Давайте, чтобы проще было, давайте вот введем такую замену, скажем, что пусть y это у нас ax, тогда это выражение имеет вид z. z от b, y. Так, теперь мы можем применить вот это вот определение. Продолжен北. Давайте. Как. Да, то есть мы просто два раза применили определение сопряженного оператора Тут понятно, что произошло Так, ну, видимо, понятно В целом мы показали, что это выражение, это равенство верно для любых x, y, z Поэтому из этого равенства следует, что b, a со звездой равен a со звездой b со звездой Потому что мы тут рассмотрели любые элементы x, y, z Так, есть ли вопросы по этой сдаче? Так, ну, если вопросов нет, давайте идти дальше Так, следующая задача У нас есть некоторый оператор a Действующий из l2 на отрезке 0,1 в l2 на отрезке 0,1 Собственно, вид у оператора Это интеграл от 0 до t tau, x от tau, d tau И нужно найти сопряженную Так, кто хочет пойти решить эту задачу? А кто там дальше по списку? Определение Тут нам не понадобится Ну, определение просто то, что у нас оператор a со звездой Действует в пространство функционалов и переводит из пространства y со звездой в x со звездой То есть из функционала в функционалы Но оно тут не понадобится, потому что l2 у нас гильбертово пространство Для гильбертовых пространств построить сопряженный оператор можно из скалярного произведения То есть мы знаем, что ax на y это x Да, соответственно В случае гильбертовых пространств строить сопряженный оператор совсем просто Нужно рассмотреть скалярное произведение Что-нибудь там поменять И получить вот такое скалярное произведение Продолжение следует... Ну, у нас же пространство l2, мы знаем, как скалярное произведение в l2 определяется Ну, мы знаем просто из определения, что оператор В случае гильбертово пространства, когда у нас есть скалярное произведение Оператор, а со звездой Можно построить просто перекидыванием этого оператора через скалярное произведение То есть вот это вот равенство нам известно Соответственно, что нужно сделать Какой самый простой способ построить сопряженный оператор В случае, когда есть скалярное произведение Просто выписать это скалярное произведение и из вида этого скалярного произведения, что-нибудь там поменяв, получить другое скалярное произведение, явно выразив x. Мы сейчас на примере посмотрим, как это делается. Скалярное произведение в l2 — это интеграл 0 до 1. Так, ну не совсем. У нас все-таки само скалярное произведение — это интеграл от элементов, один из которых — это сам, в свою очередь, интеграл. Этот элемент, он же тоже часть скалярного произведения. Давайте тут кто-то еще напишем, чтобы стало не путать. Да, мы выписали скалярное произведение, элемента ax на элемент y. Вот, давайте я объясню, что концептуально надо вообще сделать. Так, наверное, попроще будет. Да, поменять местами интеграл, потому что сейчас у нас, видите, x от tau находится внутри вот этого интеграла, который представляет собой оператор a. А нужно его освободить, то есть вынести его за интеграл, чтобы он был вот в этом внешнем интеграле от нуля до единицы, чтобы это было скалярное произведение вот такого вида. Правильно сказали, надо поменять местами интеграл, поменять порядок интегрирования. ПОДПИШИТЕСЬ! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 По итогу нам нужно получить некоторый вид скалярного произведения x на какое-то преобразование y, то есть это интеграл от x, умноженного на какое-то преобразование y. И, собственно, вид этого преобразования это и есть наш вид оператора а со звездой. Да, все верно. Давайте на всякий случай еще раз поговорим, что получилось. У нас есть скалярное произведение ax на y. Вот у нас ax, вот у нас какой-то y. Соответственно, мы просто взяли, расписали это скалярное произведение, зная, что скалярное произведение в l2 это интеграл от 0 до 1 нашего ax на y. После этого поменяли порядок интегрирования, чтобы получить что? Чтобы получить то же самое скалярное произведение, то есть вот этот вот интеграл, но уже не y на какое-то преобразование x, а наоборот, отдельно x и какое-то преобразование y. И вот это вот какое-то преобразование, которое в итоге у нас получилось, это и есть вид оператора а со звездой. В целом, во всех задачах, где нужно найти сопряженный оператор в гильбертовых пространствах, где есть скалярное произведение, общий ход решения такой. Мы выписываем скалярное произведение, пытаемся как-то освободить x, то есть сделать скалярное произведение вида x на какое-то преобразование y. Исходное у нас преобразование x на y, а надо x на преобразование y. И вот это вот преобразование, которое в итоге получится, это и есть а со звездой искомая. Есть ли вопросы по этой задаче? Так, ну если вопросов нет, то давайте двигаться дальше. Спасибо. Так, следующая задача. У нас есть некоторый оператор а, который действует из l2 в l1 и имеет следующий вид. То есть оператор просто обрезает все до n-того элемента. нужно сделать следующее. Первое, ответить на вопрос, является ли оператор а самосопряженным. И второе, найти, собственно, вид этого оператора а со звездой. Самосопряженный оператор такой, что сопряжение а равно а со звездой. Кто хочет пойти решить эту задачу? Окей. Давайте начнем. Давайте начнем. Как мне интересно будет, это не важно по науке, как с прошлой задачей? Сейчас, ну, да, если пространство Гильбертовы, то есть там есть скалярное произведение, действительно надо вот так. А давайте рассмотрим, какие у нас будут пространства, то есть в каких пространствах будет действовать а со звездой. Ну, мы знаем, что если а действует... если а действует из x в y, то а со звездой... из y со звездой, x со звездой. Ну, как действует а, мы знаем. Да. Да. А что такое у нас l1 со звездой и l2 со звездой? Ну, да. У нас л2 со звездой и л2 со звездой и л2 со звездой. Ну, мы знаем, что l1 со звездой и л2 со звездой и л2 со звездой и л2 со звездой и л2 со звездой. Угу. л2 со звездой это правда, но мы знаем также, что l1 со звездой — это л-бесконечность. l2 со звездой — это л2. Соответственно, а со звездой действует из бесконечность в l2. Что мы сразу можем сказать тогда про самосопряженность этого оператора? Будет ли а равен а со звездой? Ну, как будто бы нет, потому что операторы вообще в разных пространствах действуют. То есть, отвечая на вопрос первый, что мы можем сказать о самосопряженности? Ну да, то есть, а действует из l2 в l1, а с звездой из л-бесконечность в l2. И все равно. Продолжение следует. так и по поводу пункта 2 что предлагается сделать да только не из бесконечности потому что мы не знаем как действует а со звездой мы знаем как выглядит а а нам дано как в каких пространствах действует а а действует из x в y до соответственно удает получившийся y мы можем применить к элементу назовем его не знаю их с волной чтобы не путаться из y со звездой понятно что произошло это запись означает у нас есть элемент x из пространства x мы к нему применяем оператора что получаем на выходе до получаем из или один элемент дальше мы применяем к нему функционал из у нас не игре к или один со звездой понятно что означает и запись произвольно функционал да да окей ну да окей соответственно дальше чтобы понять какой вид будет иметь этот функционал мы можем использовать следующее у нас нету скалярного произведения потому что у нас не гильбертово пространство или один но мы можем в этом пространстве ввести базис некоторые наборы ентов вида просто какой-то вектор с нулями единицы на этой позиции соответственно произвольный x будет иметь разложение вот пока от единицы до н ну да и скаты на екаты тогда что будет если мы снова да да я распишу да распишем я напомню что у y с волной это линейный функционал давайте просто x сначала распишем и потом точнее тут не до н конечно до бесконечности нет это разложение произвольного элемента из произвольного по базису вот этому так ну да, рассуждение верное линейность у нам понадобится но у нас есть еще оператор а и как он действует мы знаем нам это дано в задачу да, все верно да, тогда что с суммой случится? да, все верно и что у нас получится? ну да, x-катах, e-катах только не до бесконечности мы же все, что дальше n, замулили ну давайте так и напишем ну оператор а мы уже применили угу что дальше можно сделать? да, все верно давайте так и сделаем а что у нас с x-ами? ну в смысле это же числа а в силу той же линейности мы не можем тоже вынести ну это элементы вектор давайте вынесем окей теперь давайте вспомним как у нас определяется сопряженный оператор а со звездой если у нас оператор а действует на элемент x получается элемент y мы дальше применяем к этому да это что получается? ассадуность 3 угу ну еще к x-у применяем соответственно мы расписали вот эту часть мы разделили x и y видите у нас x1 на что-то зависящее от y да хотим получить какой-то такой вид как это сделать? да в целом мы уже его получили нет но у нас тут у нас что-то еще от y да смотрите в чем суть у нас есть вид y от x мы его как-то расписали и хотим из того что у нас в итоге получилось понять какой вид будет у а со звездой давайте для простоты еще сделаем следующее введем замену я вот принесу вот так куда-нибудь для простоты введем замену y с волной вот e, k назовем это какой-нибудь y, k это же число тоже ну это функционал переводит вектор в число значит число таким образом у нас вот эта запись примет вид x1 на y1 плюс и так далее плюс xn на yn вот соответственно по определению мы знаем что вот эта вот левая часть y от ax это у нас некоторый со звездой примененный к y и потом результат примененный к x что должен делать оператор а со звездой с y чтобы когда мы вот результат применили к x произвольному у нас вот это получилось чтобы а со звездой чтобы а со звездой превращал в y да а со звездой применяем к произвольному y получаем что-то ну просто наверное обрезать так же так да ну иначе мы можем выбрать какой-то такой x произвольный что у нас что-то другое получится таким образом что мы поняли мы поняли что из вот этой записи мы поняли какой вид будет в оператор а со звездой вот такой ну да потому что другой подобрать нельзя если мы попробуем какой-то другой подобрать мы сможем подобрать пример икса когда это не работает нет ну в тех пространствах которые мы рассматриваем всегда единственные но я не честно говоря вот не знаю можно ли придумать какой-нибудь такое хитрое пространство но вот я посмотрю прошлый вопрос на самом деле надо было разобраться да что тут надо заметить надо заметить что по виду оператора со звездой очень похож на оператор а он тоже обрезает все до этого элемента но он не будет равен оператору а потому что он действует в разных пространствах так еще раз на всякий случай проговорим все от начала до конца что мы делали мы ввели некоторый базис векторов и просто единички на этой позиции по этому базису расписали произвольный вектор x дальше просто расписали вид а x которым применяем функционал y вот так вот мы просто использовали вот это вот разложение элемента x в ряд после этого пользуясь вот здесь линейностью точнее вот тут мы сначала применили оператор а то есть обрезали элементы вектора x до n той позиции поэтому у нас сумма сначала до бесконечности это произвольный x применили к нему оператор а у нас остались только первые n элементов далее воспользовались линейностью нашего функционала y с волной и получили вот такую вот сумму далее из виды этой суммы догадались какой должен быть вид у вас из виду исходя из того что по определению у нас конечном счете должно получиться что то вот такое то есть какая то зависимость от игрека который потом применяем к x по поводу самосопряженности уже сказали вид оператор и получился точно такой же как у исходного оператора но это все равно не один тот же оператор потому что действует в разных пространствах есть ли вопрос по этой задачи да 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 просто в лоб как в предыдущей задачи только без скалярного произведения просто по определению да потому что не гильбертово пространство скалярного произведения у нас нет было бы скалярное произведение рассматривали бы его так времени осталось мало давайте если вопросов нет двигаться дальше если вопрос перездачу пути так задача номер четыре пусть у нас аж некоторое гильбертово пространство пусть оператор а действует из аж аж соответственно нужно сделать нужно доказать что ядро оператора а равно ядру точнее образу точнее ортогональному дополнению образа а со звездой так ведь кто пойдет решать так кто там дальше по списку так 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 Давайте рассмотрим произвольные элементы из того и другого. Ну, как бы, да, это то, что нам доказать. Ну, это в одну сторону, потом в другую. Давайте возьмем произвольные элементы из ядра и образа и посмотрим на скалярное произведение. Ну, да, x на y. Если у нас y из... Ну, давайте для удобства рассмотрим не из дополнения, а из самого образа. Если у нас y из образа, что можно тогда сказать? Сейчас, ну, у нас x уже занят. Ну, окей. Попробую, наверное, подставить. И какой из этого можно сделать вывод? Ну, если у нас произвольные x отсюда и произвольные y отсюда ортогональны, то что это говорит про x? Ну, значит, он к чему принадлежит. Но они же ортогональны. Образа он не может принадлежать. Мы, да, мы взяли произвольный x из ядра. Взяли произвольный y из образа и показали, что они ортогональны. Скалярное произведение 0. Что можно сказать про x в этом случае? К чему он принадлежит? Ну, x, любой x отсюда ортогонален любому элементу отсюда. Значит, он, наверное, ортогональному дополнению принадлежит. Ну, да. Ну, тут как бы понятно, что произошло. Ну, то есть, любой x из ядра ортогонален любому y из образа. Следовательно, любой x из ядра. Да. Нет, почему в обе стороны? Мы доказали... Редактор субтитров, он не хотел. но идея в целом то же самое так и xy у нас откуда ну давайте попробуем рассмотреть следующее попробуем рассмотреть x из образа y из его ортогонального дополнения а что тогда можно сказать в целом точно так же надо взять и какому-то виду во первых у нас x и y ортогонально то есть скалярное произведение уже равно нулю мы точно знаем так ведь теперь как можно представить как можно представить сейчас я ошибся и плохо вам подсказал прошу прощения надо бы смотреть что все получилось а со звездой y я вас запутал чуть-чуть точнее да я снова ошибся у меня со звездой от y потому что y это из ортогонального дополнения образа вот так надо потому что у нас x из образа вот с одной стороны это равно нулю да просто так же перебросить через скалярное произведение да откуда у нас второе взялось не 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 что-то сложно все да просто перебросить а мы знаем что вот это скалярное произведение x на y равно нулю причем x это что-то из образа то есть это не всегда 0 значит что из этого должен быть всегда нулем а значит отсюда да все верно да я вас вначале немного запутал с этими пространствами но да идея такая что из этого следует что а y равен нулю из чего следует что y из ядра то есть мы доказали вложенность вам в другую сторону значит да у нас есть вложенность в одну другую сторону значит есть равенство если вопрос по этой задачи что нибудь понятно вообще хорошо так времени осталось совсем мало нам еще надо решить одну задачу одну большую задачу это можно стирать так задача номер пять пусть у нас снова гильбертово пространство есть оператора про действует из аж в аж нужно доказать следующее это первое что надо доказать второе что надо доказать и что образ а на а со звездой это образ а и и третье что надо доказать это то что норма а со звездой а равна норме а квадрат так кто пойдет решать задачу так желающих нету ну давайте по списку кто там так ну начнем с пункта 1 и точно так же берем произвольные элементы и смотрим что получается то есть и и и и и и и и вот как же так же как и в прошлой задаче нужен наказать самом деле два пункта но очевидно что вложить в одну сторону ну и то же самое обратно ну рассмотрели на элемент отсюда и показать что он во втором множестве . Так. 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 ну да если x из ядра со звездой значит а x равно нулю какой из этого можно сделать вывод относительно а на а да предлагаю рассмотреть тот же тоже пространство тот же x посмотрите как можно получить она со звездой на что это похоже да если перебрасывать через пулярное произведение ну смотрите точно так же просто в лоб расписать тут уже не выйдет сейчас давайте сделаем следующее тот же самый x рассмотрим x из ядра просто если мы начнем произвольные игре какие-то вводить непонятно какие там свойства да понятно что делать дальше смотрим а со звездой x на со звездой x какие из этого можно сделать выводы что что тут можно сделать да с одной стороны это всегда равно нулю у меня получается у меня Да, все верно. Давайте тут изнакраемся, только поставим еще или следствие. На самом деле там все еще легче, если вспомнить пункт 1, что мы уже доказали, и то, что мы доказали в прошлой задаче. Давайте я напомню. Это, наверное, уже можно стереть. В прошлой задаче мы доказали, что ядро А это ортогональное дополнение образа А с звездой. Это уж нам известно, еще нам известно вот это. То есть, видите, у нас есть связь через ядра А и А с звездой через пункт 1, и связь с образом через предыдущую задачу. Нужно просто расписать аккуратно. Так, мы взяли, сейчас, но мы же пункт 2 решаем. Тут у нас нет вообще ядра еще. Ну просто нужно взять одну из сторон. Например, ну не знаю. Причем, чтобы проще было применять, вот так сделаем. Это чему ровно? Да. Ну да. А это чему ровно. А это чему ровно. Нет, сейчас, ну хорошо, вот это мы доказали в задаче 4. А в задаче 1, что было, что А со звездой, это А со звездой на Б со звездой. Да, все верно. Итак, мы доказали, что ортогональное дополнение образа А равно ортогональному дополнению образа А на А со звездой. И тогда что можно сказать про сами эти образы? Значит, они тоже ровные. Сейчас, есть ли вопросы по пункту 2? Вообще понятно, что произошло. Второе сопряжение равно А. Ну, должна быть какая-нибудь теоремка на лекциях. Ну, это не всегда, конечно, да, у нас Гильбертово пространство. Так, пункт 3. Ну, давайте доказывать будем по следующей схеме. Сначала мы докажем, что вот это меньше либо равно вот этому, потом наоборот, и из этого уже будет следовать равенство. Да, это то, что надо доказать. Какие мы знаем оценки на норму оператора? Давайте, ну, вот как у нас выглядит в целом определение нормы оператора. Мы там сначала опираемся на норму А со звездой А на какой-то Х. Да. Какую оценку мы знаем на норму оператора? Вообще не на норму оператора, а на норму вот этого вот вектора. Ну, вот. Какая оценка нам известна? Давайте попробуем применить. Только тут мне равенство, а меньше либерта. Три оценка. Давайте еще раз попробуем ее применить. Ну, еще нормы Ипсов. Знаем ли мы, как связаны нормы самого оператора и А со звездой? Ну, в начале семинара я говорил, что норма А со звездой равна норме А. Ну, да, у нас... У нас по определению нормы оператора, это супремум, вот это вот. При данной нормы Ипсов равна единица. Значит, как мы можем ее оценить? Окей. В одну сторону доказали. Осталось доказать в другую. Точно так же. Точно так же. Точно так же. откуда это вообще взялось у нас там норма давайте также вот норму аликс но в квадрате рассмотрим что такой квадрат норма вот как бы да но еще это скалярное произведение мы можем оценить скалярное произведение через произведение норм ну да только там x будет в квадрате да мы довязали в одну сторону неравенство в другую сторону а значит тут дополняется равенство а есть ли вопросы по этой задачи окей ну задержал вас на две минуты научу всем спасибо